Привет, дорогие друзья! С вами Алекс и мы продолжаем играть BNG Drive. У нас сегодня будут спуски, если их так можно вообще назвать. В общем, карта у нас MT Shell. Многие её знают, многие не знают. В общем, карта из очень старых моих сборок. Она просто у меня жутко тормозила на старом компьютере. Вот на новом, в принципе, работает всё на пятёрочку. Даже просадки нету. Итак, в общем, какие у нас спуски? Видите, здесь мы можем случайно упасть вниз и полететь в эту пропасть. Там куча деревьев. Можем сюда и вот сюда. Дороги здесь в эту сторону вроде бы как особо-таки нет. Но у нас там ещё одна есть скала и на неё тоже есть дорога. Но мы будем прыгать сегодня вот отсюда, спускать разные машины. Вот сюда вот по дорогам, наверное, было бы вообще круто. И туда вниз прямо в эту ямку. Да, так, нужно запомнить. Столбик, поворот, да, где-то так. Ну что, давайте выберем наш автомобиль. Я сначала свой переспавню, поменяю. Так, не открылось. С чего мы начнём? На чём мы давно не катались. На чём мы давно не катались. Так, это мы проверим. О, скани, а мы же тебя не скидывали ниоткуда. Так, надеюсь, вылетать игра не будет. Я очень на это надеюсь. Машина... А, я не те кнопки жму. Хотел сказать, машина не едет снова. Так. Мы облегчим, наверное, задачу. Мы сразу пойдём вниз. О, чёрт. Давай дальше, дальше. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Нет? Ну, кабина нам почти оторвала. Ладно. Я сделаю кружок маленький. Давай, скани. Ты же можешь. Не подводи меня. Иначе я тебя не куплю в юротраке. Так, тихо, тихо, тихо. Тут я навок не хочу. Тут ещё рано. Где-то здесь у нас такой выступ будет крутой. Мне кажется, где-то здесь. Поехали. О, чёрт. Давай, краешком, краешком. Кабины нет. Или есть? Дерево. Ох. Как красиво насадился на дерево. И, ребят, первая машина, которая дерево не обняла, я просто об него помяла кузов и продолжает дальше вниз лететь. Интересно, я ещё на ходу или нет? Такое ощущение, будто он пытается затормозить, но я перевернулся. Очень хреново. Было бы неплохо сюда поставить какой-то трап, загнать машину и их вместе скинуть. Так, ну, восстанавливаем, меняем на что-нибудь другое. Так. Скани у нас закончился. Зил, давно зил у нас не был. О, боже, какой он маленький. Во время загрузки взяла такая тишина была. Мне пыталось, что всё кончено. Ой-ёй-ёй-ёй. Сейчас будет больно. Летим дальше. Давай вниз, 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 вниз. Нет. Не захотел. Так, ну, ребят, как вы помните, у нас смотрится не по тому, с каким ударом он упал, с какой скоростью и так далее, а по целостности пространства для водителя. То есть, здесь шансы есть, скани не было. Идём дальше. Машинок, наверное, сегодня у нас будет штучек 10. Так. 9.9. У нас вроде бы со скал не летало. Загрузка. Отлично. Вау, какая резкая. Как понос. Врум, врум. Давайте с салона полетим, наверное. Так будет веселее. Вау. Кстати, торпеда-то старая в ней. Как я понимаю. Как я знаю, как я понимаю. И... Ой-ой-ой, это не мой спуск. Мы так не договаривались. Так, кажется, надо камеру менять, потому что я уже ни черта не понимаю, что тут происходит. Я нажал вообще ручник. Непонятно зачем. И мы на крыше. Так, ну, для водителя место целое, причём полностью целое. Но мы спустим ещё раз, потому что я случайно, случайно не справился с управлением и вылетел с дороги. Пролети дальше, пролети дальше. Давай-давай-давай-давай-давай, чуть-чуть. Блин, дерево. Куда же дерево? А, мимо, мимо. О, замечательно. Давай-давай-давай. Есть. Ещё давай ниже. Нет, всё-таки для водителя пространство остаётся. Смотрите, ну, конечно, можно камеры салона поставить. Ну, так себе. Он, видимо, уже на заднем кресле, но тесновато здесь как-то. Так, поехали дальше. Что у нас следующее? А следующее у нас будет, 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 будет... Ух ты! АЕ-86. Отлично. Так, куда руль у нас показывает? Вау, какой салон. Руль прикольный, мне нравится. Салон так себе проработан, но руль реально крутой. И здесь как-то тесновато. У меня такое ощущение, будто у меня монитор 5 к 4, да, или как там, или 4 к 5, 5 к 4. Это будет очень красиво. Так, надо быстро менять камеру. Пока ещё можно понять, что тут происходит. Интересно, вниз мы полетим? А, конечно. Ой-ой-ой-ой. На дерево. Есть контакт. Нет, тут трупы все. Посмотрите, её просто расплющило об дерево. Просто жесть. Так, ну, две машины. То есть, эта четвёртая машина у нас была. Две целых, две убитых. Что ещё? Так, ну, давно короллы этой не было. Корола, 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 корола. Крузак, собарик, собарик. Так, я бы собарик. О, Хонда Прилют. Вот её точно давно не было. Так, пятый автомобиль у нас на тесте с нашей горочки. О, Боже, что я с мышкой делаю? Ну, такой спуск какой-то скользкий. Её сносит так. Знаете, так смотришь, так ярко. Ну, я поставил яркость повыше. Яркость. Я поставил день в игре. Говорю, яркость повыше поставил. Между деревьями. Ой-ой-ой, замечательно. Поставил день в игре. Здесь ещё снег. Такое ощущение, будто яркий, солнечный, зимний денёк. На колёса. Нет. Блин, ну тут для водилы места нет. Тут пассажиру повезло бы, но мы считаем по водителю, поэтому пока что 3-2 в пользу погибших. Так, ну, новый автомобиль. Новый автомобиль. Кстати, он едет? Нет. Глупо проверять. Так, 3-2. 3-2, 3-2, 3-2. Polo WRC. Давно не было. Кстати, Пантеака тоже давно не было. Давайте, Пантеак. Пантеак в следующий поло. Ни хрена себе размерчик. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Знаете, мне кажется, что он очень легко переворачивается. Вниз. Ой-ой-ой. Жопа оторвала. В дерево. Только не в дерево. Даже не дотронулся ни разу. Ну, тесновато, но мне кажется, что все-таки у него шансы хоть какие-то есть. То есть, 3-3. И он никуда не едет. Так, Polo. Где наш Polo? FOLC Polo. FOLC Polo. FOLC Polo. Ох, замечательно. Слушайте, ну здесь нужно ехать только из салона и разогнать просто. Нет, подождите. Вот, вот так вот. Вот так я поеду. Так, замедление нужно вовремя держать кнопку, хотел сказать, палец на кнопке, чтобы вовремя затормозить камеру. Я хочу вылететь в каком-нибудь интересном местечке. Это не то место, которое я хотел, но мы летим дальше. Мы уже два дерева зацепили, а оторвалось одно колесо, и я удивлюсь, если мы еще будем после этого на ходу. Мы летим куда-то в лес. Впервые. Ребят, впервые мы убились так, что машина даже не газует. Просто я жму, вы слышите, да? Ноль реакции. Но салон целый. А какой у нас там счет был? 4-3 или 4-4? Нет, стоп. 1-2-3. Это шестая машина, то есть 3-3 по идее. Да? Нет, 3-2 было. 4-2. Я сбился. Ладно. Так как я сбился, будем просто дальше продолжать. Так, так, так. Нет, прошлая машина была целая, до этого было 2-2. 4-2 получается. 6 машин. Да? Сейчас я посмотрю. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, 7 машин уже. 7. 7 машин. Наверное, 4-3. Пусть будет 4-3. В пользу целых. Так. Бруквер, Монахаук, Модбали, Айр. 16 чего-то там. О, полицейская машина есть. Почему мы на ней не катаем? Лимузин. Однозначно лимузин. Он хоть в кадре поместится. Так. У нас тут начинается ночь. Думаю, нужно снова сделать утречко. Ребят, утро делается только в версии, которая самая последняя, там, ну, от 0.3.8.2 или от 0.4. Вот где-то с этой версии можно уже делать себе погоду. Слушайте, ну, он реально крутой такой, здоровый. Круто. Так, ну, лимузина у нас еще не было. Кстати, лимузин нужно будет в каких-нибудь ДТП интересных поиспользовать. Потому что это реально крутая тема. Деревья у нас выглядят... Деревья выглядят. Двери выглядят так, будто они у нас никогда не открываются. Ого. Чего-чего? Ну, то, что мы так ударимся, я точно не ожидал. 4-4. Та-дам. Окей. Блин, ну это реально ужас. Мы просто жестко так вмазались. Тут. Ну, срезало крышу. По-другому не назвать. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Где нашел? Вот он, брюкельманах. Вот еще один McLaren. Я не буду это запускать, потому что это как-то оно вместе со старой версией она смешалась. Поэтому эти машины тут не должны работать. И не должны тут светиться. Поэтому их не буду запускать во избежание краша. Maxion LX. Эту машину мы наверное только один раз использовали. Давайте мы ее возьмем. Так. Ну, я так понимаю, что она из какой-то GTA. Потому что она не выглядит на какую-то машину оригинальную. А салон у нее какой? Даже значок какой-то непонятный. Сомнительный. Я бы так сказал. Желтый. Рычаг переключения коробки передач. Если это он. Как в старых американских традициях. Ну, по-моему вот и водительская сторона. Ладно. Ну, блин. Ну, шансы есть. Было 4-4. Нет, 5-4. Я снова забыл. 5-4 было. Наверное. Нет. Вот сейчас 5-4. Точно. Было 4-4. Вот 5-4. Но шансы можно дать. Это пассажирская сторона. Она убитая. Но здесь здесь вот еще есть луч надежды. Тут дверью еще задней прикрыла. Непонятно как. Так. Ну, по идее последний автомобиль. Это же у нас был седьмой, да? Седьмой был автомобиль. Это это значит 8-9. Да, все верно. Так. А что следующее? Ford LTD 68-го года. Нет, пикап. Нет, этот. Давайте этот. Так. Отлично. Этого у нас точно давно не было. Так. Ну, что? Будет ли у нас ничья? Или все-таки тихо? Не понял. А, все в порядке. Или же победа будет за выжившими автомобилями. Давайте спустим вот сюда. Вот ни разу не прыгали. Ой, нет. Даже замедление включу, потому что это просто будет фейл. Вот эта крыша помялась и дерево. Нет? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Салончик целый. Салончик целый. Честно, я думал, что будет хана. Давайте посмотрим. Водительское место. Ну, боже, это что такое? Ну, наверное, так и должно быть. Там амортизаторы торчат у нас с под капота. Стремно выглядит эта ситуация. 6-4, ребят, в пользу вышивших водителей. Я также напоминаю, что это не про скорость удара, не про силы удара, а просто по целостности пространства для водителей. Ну что, на этом мы закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, не забывайте ставить комментарии. С вами был Алекс и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok